Агрессия водителя из соседней машины – привычный атрибут современности, особенно когда речь заходит о пробках и парковках в мегаполисах. Всё дело в стрессе. Каждый наш случай неловкий, неудачный, наши потери, какие-то неудачи в жизни, отражаются на нашем теле. С ним надо работать. Работать мы можем на данный момент, нам известна психология, медикаментозные какие-либо препараты, а также мануальная терапия, конкретно крайне сакральная терапия. Если при лечении таблетками водитель вынужден временно стать пешеходом, то с психологией и мануальной терапией всё проще. Крайне сакральная терапия работает в частности с телесными зажимами и блоками. Такая очень глубокая работа, очень тонкая, работа более с дальными, отсроченными какими-то явлениями, которые были в жизни, которые оставили какой-то отпечаток, с которыми мы ходим, к сожалению, и носим эти эмоции в себе. Также большое значение имеет поза. Например, у людей, проводящих много времени за письменным столом или за рулём, часто имеются проблемы в шейно-воротниковой зоне, что неминуемо приводит к зажиму затылочной части головы и быстрой утомляемости. Основной профилактикой данных симптомов для водителей мы рекомендуем плавание. Плавание на спине либо кролем, которое хорошо расслабляет позвоночник, расслабляет мышцы. Также вы занимаетесь проработкой и укреплением естественного мышечного корсета, который так нам необходим. Одним из признаков хронического стресса у водителя становится агрессивное вождение. С точки зрения закона это нарушение правил перестроения, опасный обгон и препятствия обгону, а также нарушение дистанции, манёвры на пешеходных переходах и другое. Наказание за подобные действия российские власти пока не ввели.